Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, дамы и господа. Я рад приветствовать вас, заведующий кафедрой ЮНЕСКО МГИМО, первый заместитель и председатель Российской Ассоциации Содействия ИОН Борисов Алексей Николаевич. И сегодня я хотел бы вам рассказать о одном из интересных проектов, который реализует Российская Ассоциация Содействия ИОН при поддержке МГИМО. Это проект, называемый «Регионы России и цели устойчивого развития ООН». И этот проект важен, и считаю, что он полезен для России и ее имиджа на мировой арене. А как вы знаете, часто о нас есть искаженное мнение из-за того потока объема информации, который размещается на западных средствах массовой информации. И вот был хороший пример, только что прошедший чемпионат мира по футболу в Москве и в России, то есть в других городах. Был хорошим примером того, что люди, которые побывали на этом чемпионате, теперь повсюду пишут о том, что несловости бы вернулись в страну. Пишут такие слова, как «Россия. Замечательная страна. Нам хочется вернуться туда. Мы заблуждались в своих представлениях о серости и потенциальных опасностях этой страны. Это ли не победа?» Вот и программа Ассоциации Содействия ИОН регионы России и устойчивого развития, она также совершает подобные небольшие победы. И мы информируем организации военных наций, ее органы и страны, члены о достижениях и победах наших регионов в широком контексте, в контексте устойчивого развития. Мы стремимся транслировать возможности и потенциал наших регионов, а где-то даже поставить их в пример. Программа «Регионы России и цели развития ИОН» – это действующий инструмент продвижения национальных проектов в организациях системы ООН, а также содействия в повышении имиджа и инвестиционной привлекательности регионов России. Многолетний опыт Ассоциации Содействия ИОН, ее сильный состав и послужной список успешных проектов – это гарант успешной реализации программы. Наряду с международной составляющей программы мы также работаем на национальном уровне и повышаем информированность наших регионов о важности и ценности повестки 2030. Эта цель – так называемые цели устойчивого развития ООН. Мы рады оказывать содействие регионам в адаптации данной концепции к местным особенностям и стратегиям. Среди результатов программы – инициация и реализация губернаторских проектов, способствующих трансляции и распространению ценностей ООН на территории России, издание докладов ежегодных. И вот, как мы уже могу показать, и в этом году выпустили только что доклад, в 2018 году, который мы презентовали в штаб-квартире ООН, и она открывается с приветствием генерального секретаря Антонио Гутеррише и президента Российской Федерации Владимира Путина. В этом докладе мы взяли в этом году два региона – это Москва и Екатеринбург. Конечно же, регионы сильные, и им есть что рассказать. И на самом деле презентация прошла на очень высоком уровне. Губернаторов встретил лично генеральный старый ООН, и потом уже мы перешли в более широкую аудиторию, где была произведена презентация реализации цели устойчивого развития в этих двух наших регионах. На встрече с главами данных регионов генеральный старый ООН выразил благодарность за особое внимание, которое уделяется ими концепции ЦУР, за их стремление и инициативы по достижению ЦУР. Два данных региона поистине могут являться примерами для многих стран. Лишь небольшие факты в подкреплении моих слов. В этом году Москва заняла первое место в рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг и обошла 40 мировых столиц. А Екатеринбург выбран гордым для проведения высокоинтеллектуального саммита 2019 года. Это настоящее достижение, результат серьезной работы руководителей. Другие регионы, несомненно, также добились значимых результатов в устойчивом развитии. Эти результаты важно транслировать, ставить пример другим на мировой арене. Благодаря так называемой народной дипломатии Российская Ассоциация с содействием способствует подобной трансляции, а также содействует участию российских регионов в международных проектах под эгидой ООН. Перейду к более формальному представлению программы. Российская Ассоциация с содействием ООН намерена внести свой вклад в реализацию приоритетов российской внешней политики, как одного из влиятельных центров современного мира, привлекая регионы России участвовать не только в реализации международной повестки дня, но и в ее формировании. Главные усилия Российской Ассоциации, содействованные в реализации программы, сосредоточены на достижениях следующих основных целей. Это обеспечение участия регионов в международных проектах на основе региональных инициатив в глобальном измерении, в наибольшей мере отвечающих интересам Российской Федерации и необходимых для роста ее политического, экономического, интеллектуального и духовного потенциалов. Создание благоприятных условий для развития регионов России, повышение уровня жизни населения за счет реализации на территориях субъектов Российской Федерации глобальных проектов и, как следствие, обеспечение конкурентоспособности регионов России в глобальном мире. Воздействие на общемировые процессы в целях укрепления позиций России в ООН и упрощения координирующей роли ООН как основной организации, регулирующей международные отношения и обладающей уникальной легитимностью. Содействие позитивному восприятию Российской Федерации в мире, как демократического государства, социально ориентированной рыночной экономикой и независимой внешней политикой. Сегодня показатели ЦУР являются одним из важных международных критериев инвестиционной привлекательности регионов. Таким образом, привлечение инвестиций в субъекты Российской Федерации напрямую зависит от показателей достижения ими целей устойчивого развития. Вписывание в программное поле системы ООН – это основной механизм использования мировых экономических и финансовых ресурсов в целях развития субъектов Российской Федерации. Многообразие и сложность международных проблем и кризисных ситуаций предполагает своевременную оценку приоритетности каждой из них во внешней политике Российской Федерации. РОСООН прикладывает все усилия, чтобы ее деятельность была соразмерна реальному значению для обеспечения внешнеполитических интересов России и осуществлялась при должной скоординированности действий со всеми ветвями власти и соответствующими ведомствами. Приоритетами РОСООН в реализации программы является Формирование нового мироустройства Центром регулирования международных отношений и координации мировой политики в XXI веке должна оставаться Организация Миллионных Наций, которая доказала свою безальтернативность и наделена уникальной легитимностью. РОСООН содействует усилиям России по укреплению ее центральной и координирующей роли. Это определяет стратегические задачи программы, а именно Неуклонное соблюдение целей и принципов, зафиксированных в Уставе ООН Содействие регионам России в разработке региональных программ развития в контексте интересов России, целей и принципов ООН Содействие созданию на территориях субъектов Российской Федерации международных, в том числе, ооновских организаций и структур РОСООН вносит свой вклад в усиление роли России по повышению управляемости мирового развития, созданию саморегулируемой международной системы, которая должна быть представлена регионами России в географическом и цивилизационном отношении и осуществляться при полном уважении центральной и координирующей роли ООН В этих целях РОСООН будет наращивать взаимодействие регионов России с организациями системы ООН, а также с использованием других неформальных структур и диалоговых площадок Международное, экономическое и экологическое сотрудничество РОСООН намерено активно содействовать формированию справедливой и демократической глобальной торгово-экономической и валютно-финансовой архитектуры в целях полноправного и эффективного участия в ней регионов России Главным приоритетом РОСООН в сфере международных и экономических отношений является содействие реализации политики Российской Федерации по развитию национальной экономики в условиях глобализации посредством обеспечения равноправных позиций регионов России в системе мирохозяйственных связей В этих целях РОСООН проводит активную работу по содействию развитию регионов России с привлечением потенциалов организации системы ООН РОСООН содействует усилиям Российской Федерации в расширении международного сотрудничества в целях обеспечения экологической безопасности и противодействия изменению климата на планете в том числе с привлечением новейших энергии и ресурсосберегающих технологий в интересах всего мирового сообщества Среди приоритетов в данной сфере дальнейшие разработки научно обоснованных подходов к сохранению благоприятной природной среды в регионах России и наращиванию взаимодействия с организациями системы ООН по вопросам окружающей природной среды для обеспечения устойчивого развития нынешнего и будущих поколений РОСООН поддерживает международное сотрудничество в области охраны здоровья при ведущей роли Всемирной организации здравоохранения в качестве одной из приоритетов глобальной повестки дня неотъемлемого компонента обеспечения устойчивого развития Информационное сопровождение программы Важным направлением внешнеполитической деятельности Российской Федерации является доведение до широких кругов мировой общественности полной и точной информации о ее позициях по основным международным проблемам о внешнеполитических инициативах и действиях Российской Федерации о процессах и планах ее внутреннего социального экономического развития о достижениях российской культуры и науки РОСООН, реализуя настоящую программу, создает прецедент встречного движения когда не только организации и представители системы ООН формируют международное мнение о ситуации в российских регионах но и российские регионы выходят с региональными инициативами в глобальном измерении и могут формировать международную политику РОСОН в рамках публичной дипломатии будет добиваться объективного восприятия России в мире развивать собственные эффективные средства информационного влияния на общественное мнение за рубежом содействовать усилению позиций российских средств массовой информации в мировом информационном пространстве активно участвовать в международном сотрудничестве в информационной сфере принимать необходимые меры по отражению информационных угроз ее суверенитету и безопасности В заключение хотел бы сказать что большинство государств стоят перед необходимостью в той или иной форме дать ответ на модернизационный вызов Россия со всей определенностью поставила свою внешнюю политику на службу долгосрочному развитию и комплексной модернизации экономики и общества В полицентричном мире эффективная международная архитектура может быть создана только в том случае если она будет опираться на региональные строительные блоки Укрепление регионального уровня глобального управления рост влияния региональных организаций неотъемлемая примета современного этапа развития международных отношений Включенность в этот процесс регионов России неотъемлемая часть современной международной архитектуры Важно отметить, что Министерство иностранных дел Российской Федерации оказывает помощь в экспертном консультировании при формировании и реализации программы А также оказывает содействие РОСОН в подготовке презентации доклада и региональных проектов в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН или в здании посредств России при ООН При подготовке и решении по реализации настоящей программы региональные и федеральные органы исполнительной власти взаимодействуют с Палатами Федерального Собрания Российской Федерации политическими партиями, неправительственными организациями, академическим сообществом и объединением деловых кругов России содействует их участию в международном сотрудничестве Широкое вовлечение гражданского общества в реализацию программы соответствует тенденциям внутреннего развития России отвечает задачам поддержания в стране согласия по вопросам внешней политики и способствует ее эффективной реализации Последовательное осуществление программы призвано создавать благополучные условия для развития регионов России и как следствие повышение социального уровня жизни граждан Российской Федерации Вот я так кратко прошелся об этой программе Я уже показывал, мы эту программу реализуем больше 10 лет Раньше просто были до 2015 года в ООН были приняты цели развития тысячелетия Те цели были больше сфокусированы на развивающиеся страны И как вы знаете, в 2015 году были уже приняты цели устойчивого развития которые уже охватывают все сферы деятельности Там 17 целей, можете посмотреть на сайте ООН Все эти цели 17, на самом деле там много еще под целей Это достаточно серьезный проработанный документ И когда вы работаете с регионами Вы можете, иногда бывает, что региональные лидеры не знают иностранных языков Но мы, как структуры, поддерживающие организацию информации В партнерстве, например, с информационным центром ООН Доносим информацию о том, как они на самом деле участвуют в международной повестке дня А на самом деле, когда мы уже объехали много регионов России Нам есть что рассказать миру И примеры, те, которые могут быть заразительны даже и для других развитых стран Поэтому уверен, что программа полезная Я приглашаю тех, кто услышит мои слова, наших слушателей, к сотрудничеству Мы открыты для всех регионов Готовы помочь с организацией такого доклада Вообще, это дело очень полезное Конкретное и полезное Поэтому сегодня я вам вкратце рассказал И благодарю вас за внимание Спасибо большое Каким вы видите роль гражданского общества в том, чтобы продвигать цели и принципы устава ООН в наше время? Вы знаете, на самом деле я хочу сказать, что это... Спасибо за такой вопрос Потому что я, как помню, выступал на слушании Генассамблеи в 2005 году Посвященных как раз реформированию организаций объединенных наций Я был представителем гражданского общества там И я тогда в поддержку критикуемой в то время, особо критикуемой организацией объединенных наций Сказал, что как раз ООН находится в авангарде демократизации международных отношений А именно привлекая представителей гражданского общества, бизнеса Для подготовки и принятия важнейших мировых ответственных решений Посему я считаю, что роль гражданского общества велика, как никогда Потому что и генеральный секретарь Гутерриш, который заявил своей целью повышение эффективности И дебюрюкратизацию организации объединенных наций Уверен, также стоит на тех позициях, что роль гражданского общества важна В то же время мы не должны подменять межправительственную природу организаций объединенных наций Но вот эта общественная экспертиза, международная общественная экспертиза По повестке дня, по широчайшей повестке дня организаций объединенных наций Кто может сделать? Конечно, гражданское общество, академические круги, бизнес По всему роль наша, вот меня как представителя гражданского общества Который помогает в том числе гражданским организациям, мероприятийственным организациям, бизнесу В регионах России понять, что такое ООН и как можно с ним сотрудничать Так что мое мнение, что мы с одной стороны помогаем ООН С другой стороны критикую тоже помогаем ООН И мы даем возможности услышать голоса с разных позиций В течение последних 50 лет гражданское общество, как вы сами подметили Активно вовлекается в продвижение повестки и программ всемирной организации Содействуя их реализации в различных областях, в сферах деятельности Какие из этих программ или проектов активно реализуются гражданским обществом в России Например, с участием Российской ассоциации «Содействие ООН»? Могу перечислить те программы, наверное, которые многие слышали Из тех, кто занимается и интересуется проблематикой ООН и международными отношениями Конечно же, флагманский проект Ассоциации ООН – это модель ООН Модель ООН – это, вы знаете, такая деловая игра, где студенты, школьники Имитируют работу Организации Объединенных Наций, реальную повестку дня Где они учатся стать будущими дипломатами, сотрудниками МИДа Или сотрудниками международных организаций И это движение, уже через это движение, которое мы в России только проводим около 30 лет Прошло десятки тысяч молодых людей, которые стали уже далеко не молодыми И стали руководителями государств, правительств, работают в ООН, министерствах иностранных дел На государственных постах, в бизнесе Это один из известных проектов, который позволяет найти мотивированную молодежь Которая заинтересована в поддержке целей и принципов ООН А другой пример, например, молодежь – это очень важное направление нашей деятельности Продвижение внешнеэкономических интересов регионов России Если говорить про Россию Наш проект «Регионы России. Устойчивое развитие» Мы тоже давно его реализуем И через то, что мы просили ранее давать отчет о том, как реализуются цели устойчивого развития Теперь мы переходим к другому Мы переходим к проекту о том, что best practices – лучшие практики по реализации устойчивого развития Чтобы сподвигнуть местную власть и бизнес, и гражданское общество взаимодействовать Для того, чтобы регионы поднимали социально-экономический свой уровень То есть, понимаете, получается, что вот вроде бы ООН, где ООН и где социально-экономический уровень региона И мы можем найти эту связь, мы помогаем через вот эти цели устойчивого развития, которые подписаны в том числе и нашим президентам Помочь регионам найти свое место в этом международном мире И объяснить им, приходится иногда объяснять, не все так хорошо говорят по-английски местный губернатор Хотя губернаторский корпус сейчас молодеет И мы помогаем им вот так вот как бы найти связку И получается у нас от генерального секретаря ООН до простого человека на месте, до пенсионера Вдруг понимают, что они все взаимосвязаны То есть, высокие цели, цели устойчивого развития и нормального развития региона Где можно найти точку опоры для того, чтобы регион развивался, чтобы были деньги Пополнялся бюджет, пополнялся пенсионный фонд То есть, вы знаете, вот именно Российская ассоциация содействует и другие наши неправительственные организации Которые работают на поле ООН, а теперь, к счастью, их уже стало больше Уже 65 российских неправительственных организаций имеют консультативный статус в экономическом совете Но это еще малое количество По сравнению с ведущими западными странами и другими участниками в ООН Мы, конечно, отстаем, но неплохо, уже 65 И мы можем, конечно, принести пользу как для ООН, так и для России И мы являемся таким мостиком между организацией между нацией и российским гражданским обществом Академическим сообществом, бизнесом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Форум молодежных организаций страны СНГ – это замечательное мероприятие, которое мы проводим совместно с Федеральным агентством по делам молодежи в рамках реализации международного молодежного сотрудничества С Федеральным агентством по делам молодежи мы готовим целый комплекс разноформатных мероприятий Мы реализуем как формат экспертного сопровождения крупных федеральных и международных формов и программ, так и какие-то программные компоненты для самых разноплановых мероприятий и образовательных блоков Наш мероприятие, безусловно, знаковое, потому что впервые за долгое время в нем принимают участие представители восьми стран Содружества Которые на протяжении двух дней очень плотно работают для того, чтобы обсудить гуманитарную повестку в своих странах, а также предложить конкретные пути по развитию конкретной этой сферы в других странах СНГ При подготовке наших программ мы совмещаем академический и классический подход с современными интерактивными гибкими игровыми форматами Уверен, что межкультурный диалог между различными странами, народами и особенно молодежной категорией граждан очень важно сохранять Уверен, что эта площадка уже сейчас становится достаточно перспективной, полезной и имеет все предпосылки для того, чтобы в будущем только лишь развиваться и становиться еще более продуктивной Уверен, что та образовательная программа, которая предложена для них, она включает в себя экспертный образовательный компонент, общение и интерактивные форматы Заложит позитивный результат в работу всего Содружества и станет важным элементом их повседневной работы в своих странах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...